В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня заведующий отделением сосудистой хирургии Рязанского областного кардиологического диспансера Сергей Грязнов. Здравствуйте, Сергей Викторович! Мы сегодня говорим с вами о таком заболевании, как аневризма аорты. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Аневризма аорты – это состояние, когда диаметр аномального сосуда, то есть аневизматического расширенного сосуда, превышает нормальный полтора и более раза. Аневизма аорты – это состояние, когда расширяется тот магистральный сосуд, который питает практически все жизнеобходимые органы. Это и головной мозг, и сердце, и внутренние органы, и конечности. К сожалению, это заболевание, которое очень редко можно диагностировать обычному врачу, а тем более и, так скажем, и пациенту больному, у которого это есть. В зависимости от локализации аневризма могут находиться в разных местах. Это могут быть и грудной отдел, это могут быть и сочетания грудного и брюшного отдела, и аневризма брюшного отдела аорты. Мы в Розанском кардиодиспансере, в отделении сосудистых людей, чаще всего работаем с теми заболеваниями, с теми пациентами, у которых есть аневризма брюшного отдела аорты. То есть все те состояния, когда мы можем вмешаться в состояние больного и чем-то ему помочь. Вы сказали, что диагностировать аневризму аорты сложно, но тем не менее какие-то должны быть предпосылки, чтобы не доводить до операции. В зависимости от локализации патологического процесса у пациента могут быть различные жалобы. Допустим, если аневризма имеется в грудном отделе аорты, могут быть боли, которые распространяются в спину, в грудной отдел позвоночника, затруднения дыхания и так далее. Пациент может чувствовать какие-то усиления пульсации у себя внутри. Так часто бывает. Если, например, аневризма находится в брюшном отделе, то есть в брюшной полости, не в брюшной полости, а в брюшном отделе, то пациенты очень часто обращают внимание на наличие пульсирующего образования. Такой образом сказать, как мячик в животе, который начинает пульсировать. Это состояние очень часто можно увидеть самому. Не обязательно делать какие-то дополнительные исследования, обращаться к специалистам. Просто люди могут обратить внимание на какие-то такие изменения своего статуса и уже сделать определенное заключение, что позволит им уже в дальнейшем не ставить себе диагноз, естественно. Потому что очень многие сейчас пользуются интернетом, читают сами какую-то литературу, а непосредственно обратиться к специалисту. И уже на основании осмотра специалиста либо подтвердят, либо исключат этот злой диагноз. Предупредить такой злой диагноз можно? К сожалению, предупредить это состояние невозможно. То есть оно либо есть, либо нет. В зависимости от того, на каком этапе это диагностировано, можно как-то предупредить развитие смертельных осложнений. Профилактика таких сложных и опасных заболеваний бывает? Профилактировать можно только то опасное состояние, когда эта анализма лопается. Самое плохое, и чего мы боимся как сосудистой хирургии, то, что эта анализма может лопнуть. То есть это сосуд, который имеет патологическое расширение, и стенка этого сосуда патологического, она, естественно, не имеет таких же свойств, как стенка нормального сосуда. Она истончается. В ней содержится мало каких-то веществ, которые способствуют ее удержанию в нормальном размере. И в течение времени, к сожалению, возникает такое острое состояние, как разрыв или расслоение. То есть эти пациенты уже доставляются к нам в больницу, уже по их показаниям, и, к сожалению, не всегда мы можем им помочь. Предотвратить развитие этого состояния практически невозможно. Но если у пациента, я еще раз повторяю, такой диагноз был поставлен, то включает целый комплекс мероприятий, которые направлены на предотвращение этого грозного состояния. То есть, во-первых, это нужно следить за своим давлением. Чаще всего эти аневризмы, они рвутся от повышенного давления. Когда человек понервничал, человек выполнил какую-то неестественную для себя физическую нагрузку. И давление в организме повышается, и тот слабый участок, который существует, он может лопнуть. То есть надо за собой следить. Но еще раз повторяю, что чем раньше выявляется эта проблема, чем раньше выявляется и ставится диагноз, тем быстрее врачи могут принять какие-то меры. Как ее можно диагностировать? Какими способами нужно пойти к врачу на диагностику, на УЗИ сосудов? При наличии какого-либо подозрения на наличие такого состояния, либо пациент что-то заподозрил, либо он направил участковую терапию, хирург. Ну, самое простое, это нужно прийти на консультацию к сосудистому хирургу. У нас как диспансере организован диспансерный прием, работает диспансерно-консультативное отделение, где такие пациенты осматриваются ежедневно с 8 до 5. С 8 утра до 5 часов вечера. То есть можно прийти и как бы уже при осмотре специалиста можно либо заподозрить этот диагноз, либо полностью его исключить. У этого заболевания есть возраст? Оно касается более возрастных групп или нет? И какие вообще тенденции? Насколько часто оно встречается? К сожалению, в настоящее время заболеванию подвержены в основном люди больше 40 лет. В этом больше 40 лет. Но это опять же, это у людей, у которых это диагностируется. Не всегда же люди молодые пойдут в больницу и не будут себя обследовать. А может у них есть. Вообще по всем мировым источникам, по мировому опыту, это заболевание встречается у людей в основном больше 60 лет. И, как правило, на операционный столб подают именно такие пациенты. И, к сожалению, уже многие пациенты преклонного возраста, за 70 лет, 75, 80 лет, мы даже оперировали одного пациента 91 год, с разрывом аневоизма. Но, правда, к сожалению, все совместные наши усилия, они кончились, так скажем, плачевно, но мы его, так скажем, прооперировали и очень долго тянули. Все зависит от своевременности направления этого пациента, своевременности его обследования, потому что уже будучи в кардиспансере, мы уже имеем возможность выполнить специальные методы исследования, дополнительные. Это УЗИ, непосредственно. УЗИ является золотым стандартом по раннему выявлению этих пациентов. То есть, УЗИ, оно определяет, есть ли расширение орты, какое оно расширение, есть ли расстояние стенки. И, естественно, если уже диагноз поставлен, то можно прибегнуть к еще более четким и информативным методам исследования. Это компьютерная томография. Это компьютерная томография с введением контрастного вещества, которое позволяет полностью оценить и локализацию анализматического процесса, и отношение теразматического мешка к артериям, питающим внутренние органы, таким как почечные артерии, например. И уже по данным компьютерной томографии с использованием контрастного вещества мы можем предположить и обеспечить дальнейшее течение заболевания. Либо оперировать, либо не оперировать. Если оперировать, то как? Потому что не все пациенты могут выдержать открытую операцию. Есть много сопутствующих патологий, есть инфаркты, перенесенные больными, есть инсульт и так далее. То есть есть факторы риска, которые они просто-напросто заведомо делают положительный эффект от операции, уже полностью нивелируются. Вот если отойти от темы заболевания аневризма орты, вообще с какими заболеваниями, диагнозами чаще всего к вам попадают? Чаще всего к нам попадают пациенты с атеросклерозом. Это пациенты, которые поражают с артерией питающей конечности, нижней особенной. Это пациенты с острыми тромбозами. У нас отделение работает в экстренном режиме практически, круглосуточно мы получаем больных как из города, так и из области. И этим пациентам мы оказываем хирургическую помощь круглосуточно. Сейчас часто в СМИ говорят о том, что заболевания сосудов молодеют. Это с чем связано? Заболевания сосудов, к сожалению, сейчас молодеют. Это связано, я думаю, что в первую очередь с неправильным питанием. И не то, что не с неправильным питанием, а с всеми продуктами, которые люди получают с пищей. Я думаю, что это один из самых главных факторов. Ну и основной фактор, наверное, который помимо питания, это курение, конечно. То есть, вообще доказано, что курение приводит к стойкому спазму, например, сосудов питающих головной мозг в течение 8 часов, одна сигарета. А если мы предположим, что человек курит пачку в день, то это перекрывается не только сутки, а, мне кажется, даже больше времени. То есть, здоровый образ жизни, как всегда, залог всего. Ну, естественно. И я думаю, что мы также проводим какие-то профилактические беседы с нашими пациентами. Но, к сожалению, многие этого не понимают. Мы пытаемся объяснить, что врачи вам сделают операцию, врачи вам наладят кровоток, сделают шунтирование, протезирование, то есть, сохранят конечность. И пациенты не все понимают, что надо бросить курить, наконец-то. И в последующем мы вынуждены повторно таких больных оперировать. Они к нам приезжают с тромбозами, зарастают протезы, зарастают анастомозы. То есть, все наши усилия, которые выполняют врачи отделения, не только хирургия, это еще и труд анестезиологов, и, так скажем, среднего медперсонала, операционные сестры, которые, так скажем, не видны, но которые находятся в окопах постоянно, да, медсестры, которые обеспечивают инъекции, капельницы и так далее. И все это у нас приходится, так скажем, сводить на нет все эти усилия. Поэтому периодически боремся с этим, но, к сожалению, не все, далеко не все это понимают, и не все способны это делать. У меня еще такой больше бытовой вопрос. Существует ли бы какой-нибудь продукт, либо пищевая добавка, либо упражнения, которые вот идеально помогают сосудам, оздоравливают их или хотя бы поддерживают в хорошей форме? Таких нет веществ. А в народной медицине же много есть, там, чесночные настои, там, я не знаю, еще что-то. Настойка чеснока, да, относится, так скажем, к одним из метод народной терапии, это настойка чеснока на спирте, это известный метод. Многие больные это понимают, кстати, и многим помогают. То есть вы поддерживаете, да, некоторые рецепты народной медицины? Конечно. Чем еще можно почистить сосуды? Почистить сосуды невозможно. Это такая бытовая фраза, что мы сейчас к вам пойдем, вы нам тут что-нибудь почистите. Я всегда говорю, сосуды невозможны. Почистить – это не канализация, которую можно взять и почистить. Стершка, например, там, или чем-то еще. Почистить – это невозможно. Это можно только предотвратить дальнейшее развитие заболеваний, которое придет к каким-то к фатальным или критическим изменениям тех органов, которые сосуды питают. Вот, Сергей Викторович, часто бывает так, что болит голова, и все мы грешим на сосуды. Бежим к хирургам, к врачам, к терапевтам, а на самом деле могут крыться заболевания даже позвоночника. Вот как здесь? Часто ли сталкивались с такими случаями? На самом деле это очень большая проблема, и очень много пациентов заблуждают ставить себе неправильные диагнозы и считают, что если какие-то есть изменения – головные боли, еще что-то, то это, скорее всего, поражены сосуды. Да, существуют заболевания с поражением артерии, питающих головной мозг, и, естественно, их нельзя исключить. Но для того, чтобы точно поставить диагноз, точно сказать человеку, в чем проблема, нужны необходимые консультации специалистов. Это, во-первых. Во-вторых, нужно выполнение УЗИ сосудов. То есть УЗИ, допустим, сосудов, питающих головной мозг. И уже специалисты, смотря эти артерии, они могут сказать точно, в чем причина. И очень часто бывает, что при выполнении данного вида исследований доктора видят позвоночные артерии, которые идут в костных каналах, которые сдавлены извне отложениями при остеохондрозе, отложениями солей, которые вызывают остеохондроз. И это очень частая проблема. Очень много к нам приезжает пациентов из района, которые утверждают, что у них именно болят сосуды, и с этим надо что-то делать. А дело в остеохондрозе. А дело в остеохондрозе. И что делать таким пациентам? Бежать на массаж? Ну, для того, чтобы... Если уже поставлен диагноз, что это остеохондроз, тут уже можно под несколькими вариантами. Но самое первое, это, конечно, нужно обратиться к нейропатологу. Что мы дальше будем иметь? Нейропатологу можно назначить какие-то специальные нейропротекторные лечения. Это могут быть витамины, препараты, которые улучшают питание сосудов, улучшающих питание головной мозг. Но есть такая еще проблема, как грыжа дисков межпозвоночных. Тоже очень большая сейчас проблема. Грыжи межпозвоночных дисков, они существуют и в шейном отделе позвоночника, и в поясничном тоже вызывают специфические жалобы. И ведь взаимосвязано, правильно? Все сосудами. И здесь нужно обращаться именно к тем специалистам, кто этим занимается. То есть сосудистые хирурги смотрят, они как бы исключают свою проблему, но в следующем этапе нужно уже направлять пациента к тому, кто этим занимается. Это будет более правильно и более обоснованно. Спасибо вам большое за беседу. Напомните ли зрителям, что в гостях у нас сегодня был заведующий отделением сосудистой хирургии Рязанского областного карли-диспансера Сергей Грязнов. До новых встреч в эфире.